Романтический праздник День Святого Валентина влюбленные пары отмечают во всем мире 14 февраля. Согласно легенде, имя этому дню дал христианский священник Валентин. Он тайно венчал влюбленных легионеров Римской империи с их возлюбленными, за что в дальнейшем был казнен. В Европе праздник отмечают с 13 века, в России сравнительно недавно – около 30 лет. В этот день принято не только открыто проявлять свои чувства, но и всячески одаривать объект любви. Традиционно влюбленные пары презентуют друг другу валентинки, шары в форме сердца и самые разнообразные букеты. Салюты запускать будем, шашлык, скорее всего, вкусное вино, шарики. Только вдвоем или вместе с друзьями? Нет, с друзьями человек 20 будет. Тоже все по парам? Да, все по парам. Мне одна девочка нравится в школе, но я для нее подарок несу. Тут всякие открытки, тут банки, заколки. Особым спросом в этот день пользуются цветочные магазины. В преддверии праздника флористы готовят уникальные композиции. На сегодняшний день не теряют актуальность цветы в коробочках. Чаще всего берут коробочки, корзиночки. Это сейчас очень удобно. Получается, цветы так даже дольше стоят. Берут все хризантемы, орхидеи, розы очень много, да, их красиво покупают, фрези. В основном это, наверное, голландская хризантема, спрей розочка, что понешевле, скажем так. А вы сегодня как-то готовились к празднику? Конечно, конечно. Посмотрите, девочки, как работали, старались. Несмотря на популярность даты в мире, в России День Святого Валентина не признан официальным праздником. Однако у православной церкви есть свой аналог для влюбленных – Всероссийский День Семьи, Любви и Верности, который отмечается в начале лета. Он связан с историей любви Петра и Февронии. А вот святого под именем Валентин священнослужители считают вымышленным. Если рассматривать его так называемое житие, когда повествуется о том, что он вроде бы как венчал тайно, это не соответствует богослужебному преданию церкви, потому что таинство венчания в том чинопоследовании, которая на сегодня существует, сформировалось примерно где-то к 17 веку. В 3 веке не венчали. Это еще раз подтверждает, что этот святой мифический, выдуманный. Нужно сказать прямо, что День Влюбленных – это коммерческий проект, в жертву которого избрано высокое чувство, чувство любви, а прикрыто святостью, что, собственно говоря, и дает успех в таком коммерческом смысле. День Святого Валентина позволяет лишний раз напомнить о своих чувствах и подчеркнуть значимость любимого человека. Но не стоит забывать, любить и уважать друг друга необходимо каждый день. Анна Волина, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.